Добрый вечер еще раз. Я что-то должен рассказать или вы что-то будете спрашивать? А как вам работала с таким музыкантом? Дело в том, что мы все прекрасно с вами знаем, что эта музыка больше ста лет будоражит не только музыкантов. Но в первую очередь она, конечно, взбудоражила мировоззрение 20 века, музыки 20 века. Потому что, в общем, с этой партитурой начался какой-то новый невероятный этап развития музыки, которая дальше продолжилась у Стравинского весне священной. И это те партитуры, которые определили во многом направление развития музыки 20 века. И действительно, эта музыка взорвала Париж, взорвала все европейские столицы. И самое главное, что она также взорвала фантазию хореографов, которые прикасаются к этой музыке и ставят свои спектакли. Видите, прошло уже больше ста лет, а эта музыка никого не оставляет равнодушным. Она также свежа, также невероятный эффект, требует виртуознейшего владения инструментами, музыкантов. И, конечно же, сценические воплощения, самое невероятное, самое красочное, эффектное. Мне посчастливилось, что уже участвует... Это третья постановка, третье мое общение с этими партитурами. На родине это спектакли известного хореографа Валентина Елизарева и «Весна священная» и «Жар птица». Также мне удалось делать эти партитуры в Москве в театре «Новая опера» с труппой знаменитой Василевой и Касаткиной. Это первая труппа, которая в Советском Союзе воплотила эти партитуры. И еще сценическое воплощение понравилось даже самому Стравинскому. В Нью-Йорке, хотя это очень редко, он чаще ругал все постановки и ничего не принимал. Но вот это одна из постановок, которую он сам лично одобрил и принял. Мне Василев и Касаткина рассказывали об этом и даже подарили на память буклет с автографом Стравинского. Ну и вот, наконец, воплощение в нашем театре этого спектакля. Спектакль, вы знаете, поставлен Георгием Анатольевичем больше пяти лет назад в содружестве с Александром Самуилу, дирижером. И нам, конечно, сейчас потребовалось достаточно много времени, чтобы работать с этой музыкой, потому что состав оркестра изменился за эти годы, и многие музыканты впервые играют эту музыку. Ну и даже те, кто уже исполнял, я повторюсь, но это та партитура, которая требует всегда невероятного мастерства музыкантского. Вот. И, конечно же, нас всех вдохновляла музыка, нас всех вдохновлял тот спектакль, который уже сделан. И мы старались сделать все, чтобы исполнение оркестра было на том уровне, на высоком, так же, как и сценическое воплощение, замечательный спектакль Георгия Анатольевича, яркий, самобытный, который рассказывает свою историю по-своему, не хрестоматийно. И это тоже всегда интересно, так как не бывает двух одинаковых исполнений, так и не бывает двух одинаковых спектаклей, и каждый художник имеет право выражать свое видение и этой музыки, и этой истории. Спасибо. Вопросы? Вопросы? А что вы от себя привнесли, скажем, Стравинского, Врагинского? Вы знаете, это так, наверное, громко будет сказать, что вот что вы привнесли от себя. Я стараюсь всегда очень бережно относиться к ремаркам автора. Все, что задумал композитор, в принципе, я считаю, это не только мое кредо, но мое кредо стараться воплотить партитуру максимально близко к авторскому тексту. Я очень рад, что мы с постановщиком совпали практически во всех видениях этой партитуры. У нас не было разногласий, были некоторые дискуссии абсолютно нормальные, творческие, но в целом, мне кажется, что это очень хорошая совместная работа, как должно быть в театре. Но это же всегда интерпретация. Конечно, безусловно, всегда. Поэтому я и говорил, что у него свой взгляд, он визуально вместе с художником придумали свою историю и воплотили ее. Ну, христианативно вы все, конечно, знаете. Очень многие вообще уходят от этой истории, от воплощения русской сказки. Но здесь есть темная сила, здесь есть борьба, победа, любви и света. Это самое главное. А вот сопротивление материала было в процессе работы? Безусловно, конечно. Материал очень трудный. Материал очень трудный. И сопротивление, и внедрение в него, проникновение. Это очень важно. Технические партитуры очень сложные. Поэтому все группы музыкантов должны понимать, что делают их коллеги. И это одна из больших сложностей этой процедуры. Музыка – основа, постановщик идет за музыкой, правильно? Ну, вы знаете, балеты пишутся на музыку. Вообще. И мне кажется, что всегда тот, кто сочиняет балет, идет от музыки, от образов. От образов, которые им дает музыка. Безусловно. Мне кажется, по-другому вряд ли возможно. Даже Петипа, который писал для Чайковского. Мне здесь нужно столько-то, столько-то тактов таких-то. Вот здесь 16, здесь 32 и так далее. Все равно он, в первую очередь, хотел создать образ определенный. Да, поэтому, конечно же, музыка не может быть вторичной. Музыка, на мой взгляд, как материя, в первичной. Как долго создавался спектакль? Ну, вы знаете, это, наверное, из истории театра. Я не могу сказать, что этот спектакль «Жарптизу» мы восстанавливаем, мы его не создаем. Мы с оркестром начали эту работу около месяца назад. И, в общем, очень плотно работаем последние, скажем, две недели. Спасибо. Мы очень рады, мы старались, мы очень рады, что вам понравилось. Спасибо.